Коронавирус крайне негативно сказался на автомобильной отрасли. Сначала упали продажи новых машин, а теперь заводы не успевают удовлетворить клиентский спрос. Отменены почти все автосалоны, включая и московский, который проводится раз в два года. В отличие от автомобильного, сельскохозяйственный сектор чувствует себя гораздо увереннее. Пандемия не помешала провести традиционную выставку «Агросалон», а реализация спецтехники только растет. То есть у нас рост производства сельскохозяйственной техники сейчас происходит. Поэтому в этом плане нашей отрасли, еще раз повторюсь, повезло, мы растем. Мы в этом году чуть-чуть, не сильно, чуть-чуть подросли. Надеемся, что к концу года мы выйдем на цифру чуть-чуть больше, чем там прошлый год, но падений мы не ждем точно. В этом году в «Агросалоне» приняли участие порядка 230 компаний. Почти в три раза меньше, чем в прошлый раз. В их числе производители тракторов, комбайнов, кормоуборочной и почвообрабатывающей техники, пассивных и погрузочных машин, оборудование для внесения удобрений, а также комплектующих для сельскохозяйственного оборудования. Как и в автомобильном мире, в подсчете инновации, в частности, системы автономного управления. Так, например, «Ростельмаш» презентовал широкой аудитории свой почти беспилотный комбайн «Торум-785». Компания уверяет, что это первый в мире гибрид, в котором совмещены спутниковые системы и машинное зрение. «Сделать автономную машину полностью мы планируем в ближайшие несколько лет. Для этого предприняты сейчас достаточно серьезные шаги вперед. Это автоматизация функции вождения, это автоматизация процесса управления скоростью, траекторией движения, подниманием и опусканием жадки. Это тоже определенный ресурс. И, соответственно, осуществление функции безопасности». Агросалон проходит один раз в два года. Программа мероприятия предусматривает не только саму выставку, но и деловой форум, тест-драйвы техники на уличной площадке, а также семинары и ярмарку вакансий для студентов аграрных вузов. «Мы организуем около 50 делегаций из разных регионов, и мы везем не только сельхоз, товаропроизводителей, плюс еще к этому мы везем студентов, потому что у нас последний день – это день агропоколения, куда мы привозим студентов со всех аграрных вузов нашей страны, для того, чтобы им показать, чему они учатся, с чем и как им предстоит работать в ближайшем будущем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова